Главным местом притяжения Люберчан в день флага Российской Федерации стал парк Наташинские пруды. Жители округа погрузились в праздничную атмосферу. Их ждала насыщенная программа с песнями, танцами и патриотическими флешмобами. На концерте работали и мы. Сразу при входе в парк главный виновник праздника 30-метровый российский триколор. Огромное полотнище несут к сцене несколько человек. Возглавляет торжественную колонну подполковник МВД, председатель Совета ветеранов Росгвардии Владимир Халяпин. Гордость за свой народ, за свой флаг, за флаг России 30-летней. По дороге главной сцене творческие мастер-классы и выставки учреждений культуры сотрудники библиотеки имени Есенина организовали патриотическую акцию «Подари сердце России». Посетители нашей инсталляции подписывают сердечки, желают, самые добрые слова пишут. И в дальнейшем приклеивают в виде триколора эти сердечки на наш замечательный баннер. Также мы развлекаем детей, взрослых, викторинами, играми, дарим призы и подарки. На площади перед амфитеатром тем временем праздничный концерт. Когда многометровый триколор поднесли к сцене, прозвучала главная песня страны. «Славься, Отечество наше свободное! Братцы народов, союз святой, веками данная, Будет нас народная! Славься, страна, мы гордимся тобой!» Это символ нашего государства, неотъемлемый символ, так же, как и герб. Я желаю всем только здоровья, благополучия, всегда работать на благо нашей Родины. Здоровья, благополучия, гордиться тем, что мы россияне. «Нашей великой стране, Россия, слава! А Люберецкому городскому округу, ура!» На сцене чествовали студентов и педагогов, которые участвуют в волонтерской деятельности. А десятерым люберецким школьникам, которые хорошо учатся и принимают активное участие в жизни округа, вручили паспорта, значит, стали полноправными гражданами нашей страны. «Очень необычно, особенно в такой день, в день государственного флага, когда тебе 14 лет, и ты уже гражданин России». На Центральной площади юные люберчане выполняли задания на развитие памяти и внимания, изготавливали подделки из бумаги. На роллердроме люберчане и гости округа увидели показательные выступления воспитанников отделения фигурного катания спортивной школы Олимпийского резерва, проявили свои спортивные навыки на тренажерной площадке и поиграли в уличные шахматы. Луи Саиги Азарян, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ.